Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Сегодня мы с вами поговорим на тему, которая меня немного беспокоит, но я думаю, что вам будет интересно о ней послушать. В последнее время под моими видео очень много комментариев такого вида, что зачем ты живешь в Японии, если тут так плохо, не нравится Япония, вали из нее, зачем ты плохо говоришь о Японии и так далее, и так далее, и так далее. У людей почему-то складывается ощущение, что я не люблю Японию, она мне не нравится, и вообще здесь все так плохо, и я говорю только о негативных моментах. Я немного подумал об этом, порассуждал, и думаю, что такое впечатление складывается из-за того, что вот эти люди, возможно, смотрят на моем канале только видео с негативным подтекстом. Знаете, вообще у людей, наверное, это где-то в крови, вообще, в принципе, люди такие существа, что им, наверное, больше интереснее смотреть что-то плохое, негативное, знаете, там всякие сводки инцидентов каких-то там, подборку аварии или что-то такое, там где-то кто-то упал, ну, даже есть такое слово epic fail, и целые нарезки очень популярные раньше были в интернете, сейчас, к сожалению, не знаю, популярны они или нет. И вот люди любят что-то смотреть такое негативное, и приходят ко мне на канал, смотрят похожие видео, и потом считают, что, ага, вот этот вот парень живет в Японии, у него, наверное, все плохо сложилось, у него там ничего не получается, и поэтому он льет помои на Японию, про нее все так плохо говорит и так далее. Большинство комментариев такого рода было под моим видео про то, как мне свернули челюсть в Японии. Если вы это не видели видео, то можете посмотреть. Ну что ж, друзья, давайте с вами вместе подумаем, почему же я сделал такое видео. Ведь если вы сами пойдете куда-то в поликлинику, либо там в больницу, и вам окажут надлежащую услугу, вас нормально вылечат, то вряд ли вы будете об этом говорить, потому что, ну, это само собой разумеющееся, это норма, вы для этого и ходили в больницу, чтобы вас вылечили. Но когда происходит что-то выходящее за рамки нормы, там, например, вам челюсть вернули, как мне, либо кто-то подрался, либо что-то еще вообще случилось, неважно что, то, скорее всего, вы будете об этом говорить. Как говорю я. Я просто рассказываю о том, что вот бывают такие вот моменты в Японии. Но я же не рассказываю вам о десятках других моментов, когда я ходил в больницу, и все было хорошо. Вот я, например, хожу там раз в несколько месяцев стригусь. Если меня постригли хорошо, то я никогда же не буду говорить, вот, посмотрите, я сегодня сходил, и меня хорошо постригли. Но если вдруг я туда пойду, и мне где-нибудь посередине волос там что-то выбрьют, и получится какое-то гнездо, я явно об этом расскажу, что меня ужасно постригли, и что это вообще такое произошло. Я с вами просто делюсь какими-то своими моментами из жизни. Но тут возникает, наверное, другой вопрос. Ага, о плохом ты рассказываешь? А где же хорошее? Почему ты не рассказываешь, как классно в Японии? Вот у тебя есть видео о том, что японцы, может быть, расисты, как к тебе там относились таксисты, где-то там что-то происходило, что тебе не нравится в японцах, что тебе не нравится в японках и так далее. Ты рассказывал, а где же хорошее? Друзья, вы посмотрите, у меня на канале более тысячи видео. Может быть, 5% из них негативные. И то негативные они, знаете, постольку-поскольку. Для кого-то что-то негатив, для другого человека это может быть совершенно не негатив. Я вот говорю, что японцы, например, холодные. Либо они ведут себя как-то отстраненно, либо они не любят говорить напрямую. Для меня, например, это минус. А для кого-то это может быть плюс. И он скажет, а я сам такой, мне это по душе. У каждого свои какие-то мерила есть, каждый судит, возможно, по себе. Поэтому я рассказываю просто комплексно об этом. Но даже отбросив это, посчитаем, что все это минус. Но остальные 95% на моем канале это положительные, позитивные видео. И я бы не стал снимать какие-то поездки в различные города, какие-то моменты на природе. Вообще что-то о Японии, если бы мне это не нравилось. Я, поверьте, не мазохист. Мне не нравится терпеть то, что мне не нравится. И если бы мне не нравилось в Японии, я бы тут и не жил. Посмотрите мои видео, например, из Чизоки. Я вам рассказываю, какие есть здесь места. Хожу по храмам, показываю их. Я это делаю только из-за того, что мне самому все это нравится. Из-за того, что мне это интересно. И поэтому мы приходим к тому, что я в Японии нахожусь, потому что мне здесь действительно нравится. И я не хаю ее, не говорю про нее как-то плохо и так далее. И знаете, друзья, я постепенно хочу перейти к другой моей мысли. К сожалению, либо к счастью. Я уж не знаю, это судить, наверное, каждому из вас. Япония в последнее время в интернете, ну и в целом, наверное, даже больше у блогеров, приобрела такую некую популярность. Стало модно, наверное, снимать видео о Японии, какие-то там факты, рассказывать о школьной жизни, рассказывать о том, какие там японки, японцы, о еде и о многом-многом таком. Одно дело, я понимаю, что это действительно рассказывают люди, которые здесь живут, разбираются и понимают, что это за страна. Но зачастую это видео от людей, которые побывали, может быть, в Японии неделю, либо вообще никогда не приезжали в Японию, посмотрели просто какие-то сайты в интернете, где пишут, знаете, там 50-100 фактов о Японии, набрали там какую-то информацию и пытаются что-то из этого наваять и сделать какое-то видео, либо написать статью. На том же Яндекс.Дзене каждый день появляются какие-то статьи о Японии. Если вы посмотрите, я думаю, это увидите. И все это формирует некий такой образ Японии. И я заметил, что очень часто ко мне на канал приходят люди, которые говорят, ага, я вот тут недавно читал статью либо смотрел видео, где там рассказывали о Японии, что там у них все плохо, что они там бедные, что им там не платят пенсии, либо что-то еще, что у них там бомжи на каждом шагу. Много чего мне писали. И потом говорят, расскажи нам, правда ли это? Вот тот человек говорил правду или нет? И потом, если я в своих видео, либо в каком-то посте, хоть чуть-чуть, хоть совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-чуть-чуть упомяну что-то похожее, что может помочь человеку сложить какой-то некий пазл у него в голове, чтобы вся та информация, где он где-то там получил, сошлась с тем, что я сказал. Он такой, ага, значит, вон там говорили правду. Японцы такие плохие, Япония отстой и так далее. И люди начинают в это верить. И я заметил, что есть два полностью противоположных мнения в интернете по отношению к Японии. Ну, наверное, на самом деле, по отношению ко всему так. Но вот, раз уж я рассказываю по большей части о Японии, буду говорить про нее. Есть люди с розовыми очками. Для них Япония – это просто идеальная страна, лучше ничего нет, это страна мечты и так далее. Я думаю, вы знаете такое. И если я что-то скажу плохо о Японии, либо им покажется, что я плохо что-то сказал, то сразу они – ага, вали тогда в свою Россию, зачем ты живешь в Японии, ты ничего не понимаешь, ага-га, лох, и так далее. Сразу начинается вот такая. И защита какой-то, ну, защитный рефлекс, видимо, чтобы защитить то, что им нравится. С другой же стороны, это люди, которые изначально негативно относятся к Японии. То есть, вот они знают, что это какая-то там плохая страна, японцы – нацисты, они расисты, они вообще всех не любят, вот они во время Второй мировой там были против нас, и вообще они там дельфинов едят, убивают их и прочее, и прочее, и прочее. И они приходят на канал и выискивают в словах какой-то такой момент, чтобы подтвердить свой негатив о Японии. А если они не услышат этот негатив, то они сами его начинают. Ты рассказываешь о чем-то хорошем, закончил видео, читаешь хороший комментарий и всегда попадется какой-то процент. Да, он, возможно, маленький, но знаете, это как ложка дегтя в бочке меда. Они говорят, что японцы убивали китайцев, оккупировали Корею, у них был отряд 731, убивают дельфинов и так далее, и так далее, и так далее. Да, многое часть из этого действительно, правда, это было. Ну, многое из этого было 70-80 лет назад. Япония уже сильно изменилась, и это, можно сказать, другая страна. Но никто не говорит, что и сейчас японцы прям святоши и никогда не делают ничего плохого. Делают. Так же, как и любая другая страна, везде есть как плюсы, так и минусы, везде есть хорошие какие-то моменты, есть, так есть и плохие. Никто этого не скрывает, и никто не отрицает. Но не обязательно только вот на это давить. Как я понимаю, люди это говорят по двум причинам. Возможно, у них какая-то действительно, ну, не любовь к Японии, не нравится она им, и они хотят вот выплеснуть это. Может быть, да, такое действительно. Либо они услышали где-то какую-то информацию, им по ушам кто-то там проездил, они в эту информацию поверили, и потом начинают ей сыпать, чтобы подтвердить эту информацию, которую они где-то там узнали. Ну, также, наверное, есть люди, которые, знаете, возможно, я сейчас скажу совсем неверную какую-то вещь, либо неправильную, потому что о таком, наверное, не принято говорить, да и я редко вообще что-то такое говорю, потому что, знаете, это прям минное поле, здесь влево-вправо все тебя разорвет, потому что очень сложно на Ютубе что-то говорить, чтобы не задеть чьи-то чувства. И это, я думаю, вы сами прекрасно понимаете. Так вот, есть определенный тип людей, которые, знаете, всегда говорят, вот загнивающий запад. Я думаю, вы слышали такую фразу, или там Европа какая-то такая, да? И они это говорят, чтобы, может быть, почувствовать, что они тоже живут в хорошем месте, и если в другом месте будет плохо, то и свое место будет, возможно, казаться лучше. В принципе, я думаю, с какой-то стороны посмотреть, с какой-то точки зрения, может быть, это действительно так, это знать как самовнушение. Но если хаять и говорить гадости про какую-то одну страну, то другая из-за этого не станет лучше, даже в каком-то там сравнении, потому что, по факту, ни та, ни другая страна из-за этого не изменится. Поэтому, наверное, надо смотреть как-то широко открытыми глазами, мыслить более рационально, и тогда, возможно, жить станет попроще. Друзья, я думаю, что я уже много раз это говорил, но скажу еще раз, лишним не будет, что на своем канале я ставлю перед собой цель рассказывать комплексно о Японии, как хорошие моменты, так и плохие. Я считаю, что это правильно, и так нужно делать. Как раз благодаря тому, что я здесь живу, я могу видеть как хорошие моменты, так и плохие. Чем могу с вами поделиться, о чем могу вам рассказать. И если я рассказал о каком-то плохом моменте, это не значит, что все, мне надоело Япония, все, я отсюда уезжаю и возвращаюсь в Россию. Либо если я рассказал о чем-то хорошем, это не значит, что Россия из-за этого стала хуже. Это я просто рассказал о том, какая Япония. Я не сравниваю страны, хотя в некоторых моментах можно сравнить. Я могу сказать, что есть моменты, которые в Японии мне совершенно не нравятся, есть моменты, которые мне очень нравятся, так же, как и в России. Я об этом не говорю, потому что, как вы знаете, вообще на Ютубе чревато говорить что-то о России, либо вообще как-то свои политические взгляды, может быть, афишировать. Потому что, ну вот сейчас мы в таком обществе живем, я уже сегодня сказал, что это как минное поле, действительно. Поэтому я стараюсь эту тему не затрагивать. Ну и в России есть моменты, которые мне совершенно не нравятся, но при этом есть моменты, которые мне действительно нравятся. Есть еще несколько моментов, которые я хотел с вами обсудить. Сразу могу сказать, потому что я в этом убежден на 100%, что Япония это страна далеко не для всех. Она не такая, в которой может жить каждый человек. Возможно, есть какие-то страны там в Европе, либо где-то, может, в Америке какая-то. Я просто точно не знаю, я в них не жил. Но я уверен, что есть, наверное, страна, которая, возможно, подойдет любому совершенно человеку, неважно, из какой он страны, с каким он менталитетом, мировоззрением и так далее. Но Япония отличается. Здесь довольно сложно жить людям, которые не могут приспосабливаться к каким-то определенным условиям, к каким-то правилам и так далее. Не смогут жить нормально люди, которые, знаете, бьют себя кулаком в грудь и говорят, что я, 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 я привык так жить и буду сейчас жить. Срать я хотел на все эти правила, буду жить как хочу. Есть такие люди, да? И я думаю, что им действительно будет сложно здесь жить. Они раз ударят в грудь кулаком два, три, а на четвертый раз их ударит кто-нибудь в грудь. Ну и в плане, что их побьют, а что их осадят просто и им станет, может быть, некомфортно здесь жить. Либо просто им каким-то отношением к ним покажут, что им здесь не рады. Я думаю, что-то такое произойдет. Наверное, сложно здесь будет жить халявщикам, которые, знаете, не привыкли ничего делать и думают, что вообще им все будет подаваться на блюдечки с голубой каемочкой, что не нужно самому ничего делать, что нужно сидеть только на попе ровно и все будет хорошо. Я часто говорю поговорку, что под лежащий камень вода не течет. Вот если вы хотите что-то сделать и чего-то добиться, то нужно поднять попу и это сделать. И Япония как раз такая страна, где нужно действительно что-то делать. И тогда у вас все будет хорошо. Ну и так далее. Я думаю, что каждый из вас сам уже, наверное, может представить, сможет ли он, наверное, жить в Японии или нет. Чтобы составить комплексное представление об этой стране, посмотрите, пожалуйста, мои видео. И вот, чтобы не было такого, что я вроде как рассказываю о Японии только плохо, посмотрите, пожалуйста, видео не только на громкие темы, которые, возможно, вас интересуют, потому что большинство людей, как я уже сказал в самом начале видео, интересуют вот такие вот громкие заголовки, какие-то негативные темы и так далее. Поэтому у этих видео, к сожалению, больше всего просмотров. Даже если вы откроете мой канал, зайдете в самые популярные видео, то увидите, что либо это что-то негативное, либо это связанное с японками, там, либо с чем-то с сексом. Да даже самое популярное видео у меня на канале, по-моему, почему японки не бреют лобковые волосы. Ну, блин, стыдно, да, что самое такое популярное видео. Я надеюсь, что когда-нибудь, хотя бы, может быть, через 10 лет, какое-нибудь другое видео на нормальную, какую-нибудь интересную тему, хотя эта тема, не могу сказать, что она плохая, либо там какая-то неинтересная, но все равно, что на что-то такое более, может быть, хорошее и интересное такое о Японии, может быть, какое-то вот такое видео, выстрелит, наберет много просмотров и станет топовым у меня на канале. Я верю, что когда-нибудь такое может случиться. Но пока люди продолжают смотреть только такие видео, они не узнают, во-первых, о том, что из себя представляет Япония, потому что нужно смотреть разные ролики, комплексно смотреть на страну, узнавать о каких-то различных моментах, о том, как люди себя ведут в той или иной ситуации, как живут в этом городе, как живут в этом городе, почему вот происходит так, а либо вот так вот. Если вы даже откроете мой плейлист информационный уголок, я уверен, вы узнаете много нового о Японии, такого, чего вы никогда не знали. И я продолжу, конечно, развивать эти направления, чтобы вы узнали больше о реальной современной Японии. И надеюсь, тогда, возможно, люди, которые негативно относятся к Японии, либо наоборот, слишком позитивные, у которых и розовые очки, они обдумают различные, возможно, какие-то моменты жизни в Японии и сложат правильное, комплексное рациональное какое-то, я не знаю, мнение такое. И знаете, друзья, наверное, под конец я хотел бы рассказать, почему я живу в Японии. Здесь нет какой-то тайны, либо загадки, все довольно просто. Я живу в Японии, потому что мне нравится эта страна. Я живу здесь не потому, что мне не нравится Россия, как некоторые думают, не потому, что я предатель, либо куда-то сбежал. Я живу в Японии, потому что мне нравится эта страна. Больше всего мне нравится в Японии то, что здесь все сделано для людей. Куда бы вы ни пошли, куда бы вы ни поехали, вы увидите, что место, где вы находитесь, все, что вас окружает, все сделано с любовью, сделано качественно и сделано с пониманием того, что этим будут пользоваться люди. Такие же, как те, кто это сделал, такие же, как те, кто приходит сюда. Сделано для всех, и для себя, и для других. То есть, в Японии все сделано как для себя, и это мне нравится. Также мне нравится разнообразие Японии. В какую бы префектуру вы ни поехали, там будут жить люди достойно. Там есть что-то свое новое, интересное. Либо это природа, либо это какие-то достопримечательности, либо это какие-то местные продукты, либо блюда, или что-то такое. И вам просто интересно узнавать об этой стране, узнавать всегда что-то новое. И вы каждый день открываете для себя Японию по чуть-чуть заново. И это очень здорово. Друзья, я думаю, вы знаете, что у меня на канале есть видео, что мне не нравится в японцах. Дело в том, что я еще не сделал видео о том, что мне нравится в японцах. Тогда, наверное, вы бы поняли причину, по которой я здесь живу. Поэтому в ближайшее время, я думаю, я все-таки сделаю видео о том, что мне нравится в японцах. И вы узнаете и поймете еще одну причину, почему я живу в Японии. Ну что ж, друзья, наверное, я думаю, мы примерно здесь и закончим. Это видео мне нужно было, наверное, для того, чтобы просто выговориться. А также поделиться с вами всеми теми мыслями, которые у меня накопились. Поверьте, вот этих комментариев очень было много. И большая часть из них просто жесть. Вы, к счастью, многие из них не видите, потому что они попадают либо в спам, либо на подтверждение и так далее. Но, поверьте, много таких вот вещей. И я смог их как-то обдумать и сделать для вас вот этот вот ролик. Надеюсь, что он вам понравился и было интересно послушать. Если все-таки такое видео понравилось, то в последующем я, возможно, мог бы снимать похожие ролики. Возможно, с какой-то некой такой реакцией. Но не в плане там реакции. Ха-ха-ха, там что-то произошло. Там на экране кто-то выскочил. И я смеюсь, либо или не смеюсь. А как-то, может быть, обдумывать ваши комментарии, обдумывать ваши тоже мысли. И давать на это какой-то ответ, возможно, рассказывать какие-то свои мысли. Вот, например, даже не будем далеко ходить. Недавно, можно сказать, вот вчера я сделал видео про новые японские визы. Да, в этом видео мужчина первые там минуты полторы рассказывает о своей школе. И говорит, какие мы классные, что у них там в школе есть такой-то класс. Вот они бизнес-класс сделали и так далее, и так далее. А потом уже рассказывает о самой визе. К сожалению, большинство людей увидело в этом видео только рекламу школы. При том, что там действительно рекламы нет. Он один раз просто назвал, как у них школа называется. А в остальном там было все о визах. Ну, люди упорно видят в этом только рекламу. Я же в этом вижу полезное видео, которое может быть интересно людям, которые действительно задумаются о переезде в Японию. Да, я понимал с какой-то стороны, что, возможно, начало немного спорное. Но дело в том, что я пришел к этому человеку в его школу. Он завуч этой школы. Я ему не могу сказать, нам не нужны твои школы, давай рассказывай только про визы. Я отношусь к человеку с уважением, даю ему высказаться, как он считает нужным. Если он посчитал, что для того, чтобы рассказать о визах, ему нужна вот такая вот подводка. И вот именно вот такой текст он хочет сказать. Я так и оставил. Потому что это мысли этого человека, это его способ рассказать о визах. Я надеюсь, что вы тоже станете, может, как-то глубже смотреть видео и пытаться найти в них действительно полезную информацию, а не смотреть только то, что на поверхности. Ну, вот это еще одна тема, которую, возможно, в последующем можно было бы обсудить. Это, к слову, о том, что, возможно, меня как-то тревожит, или, как я вижу, какие-то последние комментарии. Ну, в общем, друзья, надеюсь, что все равно вам все понравилось. И до встречи в следующих видео. До свидания.